Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска. Двигатель 2 литра, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле на сегодня 89 тысяч километров. Застучал стабилизатор, при том, застучал что спереди, что сзади. Поднимаю автомобиль и смотрю, как удобно подобраться до втулок переднего стабилизатора. Поднял автомобиль, снял колеса. И вот хотел показать, на стабилизаторе видно темное место, как он смещается влево-вправо. Стабилизатор в резинках гуляет, от этого и ненужные стуки в подвеске. Задних 2 болта мы сможем открутить снизу. А верхний я попробую длинным удлинителем через карданчик открутить сверху. Болты, головка на 13. Трещоточный ключ. Болт, головка на 14. Трещоте. Болт. 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 хорошо резьба не не заржавела не закисла болты находятся в подрамнике открутился легко также откручиваю со второй стороны со второй стороны хорошо было бы чтоб ключ был вот в этом месте ломающиеся здесь трубки хоть маленький получается а сломающейся головкой бы был больше но у меня его сейчас нету я его сломал остался только на 12 ну потихонечку потихонечку я откручу а потом опущу автомобиль уже передние болты откручу сверху по крайней мере планирую это сделать сверху круче вот я завел удлинитель удлинитель у меня метровый между корпусом воздушного фильтра и бачком тормозной жидкости карданчик который для пневопистолета вот его хорошо видно и отдел головку на 13 на болт он обошел как видно пыльник рулевой рейки он его не цепляет и откручиваем все одну сторону открутил добираемся до второй стороны здесь еще не пробовал вот 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 Да, всё отдел. Там пыльник находится, вот этот экран, и вот обходя его, также обходя пыльник рулевой рейки одел головку на болт, вот она, и точно так же сверху её откручиваю. Потом наживить наживлю, а закручивать буду точно так же сверху. При всём при этом передние болты можно полностью не откручивать. Там в скобах прорези под болты, сзади если отверстие, то впереди прорезь. Теперь поднимаем скобы, сдергиваем их со втулки. Вот, про что я говорю, прорезь. И потом уже болт не надо мучиться наживлять. И так же теперь снимаю втулку. Втулка здесь идёт с пластиковой проставкой. Вот такая зажимается. Беру новую втулку, втулка также будет оригинальная. Номер втулки идёт 54613JD02A. Вот тоже она идёт на пластиковые проставки. Здесь видно, а ничего здесь не видно. Беру её, смазываю, внутри маленько. Смажу её смазкой FEBI для сборки суппортов. Вот такая смазочка 31942. На мизинец маленечко беру. И изнутри втулку смазываю. Эта смазка резину не разъедает. Одеваю втулку на стабилизатор прорезью назад. Скобу пока не одеваю, меняю вторую сторону. Также снимаем скобу. Здесь менее удобно, чем с левой стороны. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Далее втулка, номер точно такой же Смазываю ее изнутри и одеваю на место Все, вторую втулку я тоже на место одел Теперь одеваем правую скобу, а потом оденем левую скобу Снять было с правой стороны скобу легче, чем одеть Очень неудобно, что я сделал Я уже это не показал, потому что лазил с двух сторон и там и там Чтобы камеру не уронить, я ее убрал Сдвинул втулку вот сюда И здесь уже под углом Вот так вот втулка под углом была у меня Я смог одеть скобу Одел скобу, сдвинул назад Спереди болт я завел Скобу в болт, а сзади болт я еще не наживлял И что я увидел еще здесь, пока лазил Зазор между подрамником и вот этой лыжей Смотрите какой Здесь осталось 4 мм С этой стороны зазор почти сантиметр Здесь подрамник от резинки дальше стоит Зазор есть А здесь подрамник на резинку лег Поэтому в скоростях, наверное, придется Менять саленблоки подрамника Это болезнь у этих машин Ладно, это уже потом будет А сейчас устанавливаю вторую скобу Ну, вторая скоба, как я и сказал, здесь гораздо легче Но перед этим наживлю на место болт передний Болт я наживил Прорезью вперед устанавливаю в скобу Одеваю ее на втулку И завожу прорезь на болт Все, вот я ее завел Ну, а теперь можно взять Смазать болты задние И наживить их Болты оба смажу медной смазкой И закручиваю Вернее, наживляю Один наживил И также второй Второй наживил Стабилизатор у меня отходил Проверяем, что спереди он у нас Зашел прорезью на болт Да, зашел Все нормально Ну, а теперь затягиваем Так Так Этот я болт затянул Но вот с этим Здесь немножко неудобно Поэтому Придется с ним Чуть больше времени Провести Показывать уже не буду Потому что здесь получается Долго А потом уже опустим и сверху затянем Все Так же я Опустил автомобиль Наживил Болты Вернее, передние болты Я наживил сразу Перед тем, как скобы поставить Одел головку И затягиваем Сильно тянуть не надо Все На этом замену Втулок переднего стабилизатора Я закончил Всего вам доброго